Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня я вернулся в Израиль, и у нас урок Торрест самого святого места, одного из самых святых мест в мире. Это стена, стена плач, западная стена. Это то место, где первый Иерусалим, Секрам, второй Иерусалим, Секрам. И мы продолжаем изучать Торрест, потому что самое святое место, где ты изучаешь волю Всевышнего и где ты хочешь его слушаться. Я вначале расскажу вам одну историю. Как-то было две сестры из одного маленького местечка лет 150-200 лет назад. Значит, две сестры были в маленьком местечке. Вот одна сестра вышла замуж за одного богатого еврея из города Берлин. Приехала с ним в Берлин, а он был богатый банкир. А второе осталось в местечке, второе осталось в этом местечке. Бедное маленькое местечко, природа, такое, что это вообще, за Холюцкой, за Холюцкой. И вот, значит, эта сестра потом из Берлина, которая пригласила свою сестру к себе в гости. Сестра приехала к ним в гости, ну, Берлин, а ее муж, который был банкирован, в то время в Берлине появилось движение, которое называлось «Оскалатик», «Просвещенный». И они, реформисты, они себя еще называли реформисты, они сказали, что заповеди выполнять это не так важно, это вообще не важно. Главное в сердце любить Всевышнего. И они построили, они были очень богатые, времени на заповеди у них не было, они все время занимались умножением, увеличением богатства. И вот, значит, и вот, значит, эта сестра из Берлина, местечко приехала к этой своей сестре богатой. У нее огромный дом, огромный дом, огромная, все у нее огромное, богатое. Она отвела ее к Сынокогу, говорит, смотри, какая Сынокога у нас огромная, такая с золотом украшенная. А я забыл начало истории рассказать. Начало истории было, что один из таких еврейских праведников, цадиков, он, ну, ортодоксальных таких раввинок, он приехал в Берлин, ему показали вот эту шикарную реформистскую Сынокогу. И говорят, а вот у вас, смотрите, какие у вас бедные Сынокоги, как у вас все такое неказистое, да, а у нас, смотрите, какие богатые Сынокоги. Он им говорит, да, вы же здесь облюдаете. Они говорят, ну, мы бога больше любим, любим, у нас золотые Сынокоги вот такие красивые. И тогда Рогин рассказал историю про двух сестер. Он говорит, что бедная сестра, богатая сестра, бедная приехала к богатой сестре, у той такой дом богатый, все, и она плачет. Бедный спрашивает, почему ты плачешь? Она говорит, мой муж со мной не советуется ни в чем, он меня просто, на меня внимания не обращает, я для него не важна. Для него важна только работа, там, вот, идика, там, била и так далее. Она на меня внимания не обращает. А бедная сестра говорит, а вы знаете, а мы живем бедно, но муж каждый вечер со мной, он все для меня старается делать, он просто мне всегда миллион добрых слов в день. И он во всем со мной советуется, меня почитает, уважает и все. Я, говорит, счастливо. Так, Рогин говорит, то же самое здесь. Ну и что, чтобы построили богатую такую синагогу, украшенную золотом и все у вас тут, вы же здесь соблюдаете, вы же бога не любите. А у нас, даже если у нас синагоги простые, бедненькие, такие, не украшенные, но мы же все выполняем то, что мы хочем. Вот это самое главное. И, значит, так он объяснил разницу между подходами реформистов и подходами Александровича. Увеличить деятельность ВАИКРА в десятки раз. У нас есть планы сделать онлайн школу, у нас есть много разных планов дополнительных, что можно сделать. Но на все это нужны средства. Средства мы хотим, чтобы, так как мы делаем это вместе, вот внизу видите ссылочка. Стань частью великого, большого движения. Мы занимаемся только образованием, мы хотим заниматься образованием, но мы хотим, чтобы знание божественное стало доступно для каждого в том формате, в котором ему удобно, чтобы все было понятно. То есть мы свет и радость мы приносим людям, это наш принцип, наша миссия. Поэтому выбирайте, кем вы хотите быть, другом, партнером или спонсором. И, значит, welcome, входим в следующий год вместе. Входим в следующий год вместе. Теперь, значит, сегодня у нас, сегодня у нас 26-е июля, да, насколько я помню, 26-е июля. Если вы не нахотили, у меня нет компьютера, я по памяти, да. Если я правильно запомнил, вы можете посмотреть в книжечке нашей, сегодня 26-е июля и 22-е, 24-е сентября. Значит, в книге о йом-йом рассказывается сегодня о том, что есть три стадии высаливания мяса. Три стадии высаливания мяса. Вначале сливают кровь, потом мясо высаливают. И в третьей стадии еще есть какая-то стадия, я не помню сейчас, как она называется. Слили кровь в кошерном мясе, потом замочили, засыпали его солью, чтобы вышла кровь. И промыли, промыли, точно, промывали. Теперь, так, это метафора, что в хасидском служении есть тоже три стадии. Первая стадия – это... не помню, что. Вторая стадия – прики, ехиду суребе – это соединение с рэбе на личной встрече. И третья стадия – это нигуни, хасидский нигуни. Первая стадия – я не помню. Наверное, это шува, раскаяние. Первая стадия. И получается у нас что в этом случае? Что у нас получается? У нас в этом случае получается очень интересная вещь. Близость к Всевышнему можно получить разными путями. Можно получить близость к Всевышнему через молитву. Ты молишься, 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 молишься. Ты помнишь в это время Всевышнего, ты с ним разговариваешь. Ты разговариваешь на время с ним близко. Можно получить близость к Всевышнему, изучая Тору. Ты изучаешь Тору, ты вдумываешься. Вот мы сейчас пытаемся понять, что ты, Всевышний, от нас хочет. Как вообще вся эта система работает, как это все устроено. Это называется, ты тоже приближайся к Всевышнему, изучая Тору Всевышнего. А можно приблизиться к Всевышнему через действия, выполнение заповедей, через добрые дела. Вот спасибо Владу, спасибо Владу огромное. Он подсказал, что там написано, что идет как три стадии высаливания мяса, три стадии коширования мяса, также три стадии коширования души. Первая стадия – это полное погружение в слова Рэбе. Вторая – встреча с Рэбе, на личную встречу, где Рэбе указывает именно твои усложнения. И третья стадия – это не бунь, это хасинская такая мелодия, без слов, где они входили в такое вот трансовое состояние, медитативное. И специально вот эта мелодия, обычная мелодия, тоже многие составляли Рэбе. И они через эту мелодию, это была третья стадия как-то совершенствования души. Спасибо, Влад. Значит, эта книга Йом-Йом, да, вот сегодня она на этом сделала акцент. И каждый из нас точно так же может погрузиться в слова Тора, но не просто послушать. Вот я, например, читаю, рассказываю, я быстро говорю достаточно, да, а вы потом можете взять в это время какие-то вещи, которые именно вас затронули, именно вашу душу зацепили. Вы возьмите какие-то эти вещи, почитайте их, обдумайте их, соединитесь с ними, со словами Тора. Потом у нас, к сожалению, нет Рэбы, да, но можно прийти к какому-то раввину в своем городе, он на Рэбе, ну, сказать, на что мне обратить внимание, но с таким намерением, с Каваной, что через этого раввина вам ответит Всевышний. Вы, значит, его спросите, да, вот скажите, я сейчас хочу больше двигаться в направлении Всевышнего, мне хочется с ним стать одним целым, да? Ну, так не говорите, это звучит немного странно, я хочу двигаться в усилении своей связи со Всевышним, на что мне обратить внимание. И вам Равит тоже скажет что-то, что именно вам подходит в этот момент. Слышите, это шафар, звук шафара. Это трубление в шафар. Сейчас уже мы приближаемся к Рожешина, и каждый день после утренней молитвы трубят в шафар. И вот, значит, и вот вторая книга. Вторая книга – это «Небеса на земле», как обрести небо на земле. И эта книга в последние дни говорит нам все время о том, насколько важны семейные отношения, что место, вот эти отношения между мужем и женой – это как святое место, да, то есть в нем формируется святость. От них зависит, насколько святыми будут дети, от них зависит, насколько… От них зависит от отношений между мужем и женой, зависит шлоу байк, будет ли шалом у них в отношениях или нет. И книга «Как обрести небеса на земле» в последние дни нам все время говорить именно на эту тему. И сегодня там такой очень интересный отрывок о том, что взаимоотношения Всевышнего и Творения, да, Всевышний Творец – Создание, Творение – это то, что Он создал, оно похоже на взаимоотношения мужчины и женщины, мужа и жены. И это отношение очень сложное. Почему? Потому что Всевышний создал нас, Всевышний создал мироздание, весь мир и вовсе. Всевышний нам дает все – дыхание, здоровье, жизнь. Он нам дает абсолютно все. Как мы к нему относимся? Каждый по-разному, но я уверен, что все не додают. Все не додают. Я как раз пару дней назад читал, что всех заслуг человека не хватит, чтобы оправдать хотя бы одно даже дыхание. То есть, ну, Всевышний для нас сделал, как вот вся жизнь – это подарок, каждая секунда жизни – это подарок. А как мы к нему относимся? Ну, понятно, что не додаем. Теперь, что отсюда следует? Что отсюда следует? Всевышний нас прощает, иногда Он нам дает какие-то неприятности, чтобы мы задумались, иногда Он нам дает какие-то сложности вокруг и так далее. И в семье, в отношениях между мужем и женой – то же самое. То же самое – какие-то все время сложности. Каждому кажется, что я даю больше, а он мне не додает. И вот я бы хотел, чтобы он делал так, а он делает по-другому. То есть все тоже очень-очень сложно в отношениях между мужем и женой. И говорит нам эта книга «Небеса на земле». Нам эта книга говорит следующее, что в последнее время, время перед приходом на шею, время последнее, вот перед окончанием этого этапа существования мира, в этой сфере будут очень большие проблемы. Мы видим сейчас, что действительно, таких проблем, которые сейчас есть в мире, в этой сфере, не было никогда за всю историю. Семь разных видов сейчас есть. Ты кто вообще? Мужчина, женщина, там, трансгендеры, голубые, фиолетовые, там, какое-то еще там. Мне непонятно. То есть, в принципе, размазалось вообще понимание, кто такой мужчина, кто такой женщина, кто такая женщина. Второе. Даже в тех обществах, где остались еще взаимоотношения между мужчиной и женщиной, количество разводов зашкаливает, ну, то есть, там, 50%, это считается уже нормально. Ну, то есть, происходит какой-то совершенно слом, слом системы, которая поддерживает само существование мира, потому что семья – это основа существования мира. Не будет семьи, не будет детей, не будет детей, не будет следующего поколения. И мы видим на наших глазах, как некоторые страны, как Болгария, например, да, у них за последние, там, 20 лет бы уменьшилось население на 30%. Ну, то есть, да, чтобы была РФА-шлема, как я вижу, как Владимир Курач все время молится за свою жену, и мы все желаем ей полного полношения, РФА-шлема, полного выздоровления, и чтобы это было. И чтобы было как раз вот эта книга «Небеса на земле» о том, что делая мир в семье, мы… Это метафора, это самая сложная сейчас задача. И для того, чтобы… Для того, чтобы была «Небеса на земле», нужно, чтобы вот этот вот момент работал. Говорят, есть такая, как метафора, что Крувим, которые были, Херувимы, да, Крувимы на ковчеге, это были как мужчина и женщина. И вот это очень-очень важное, такое святое место это называется, да, за покушение между мужчиной и женщиной. Дальше. И дальше у нас сегодня недельная глава «Ницемин». И мы давайте прочтем из нее кусочек. Я прямо взял даже специально книгу, потому что сегодня очень важный отрывочек из этой главы «Ницемин». Мы уже находимся в конце цикла чтения Торы. И вот сегодня как раз пятый день. Пятый день. Неделя, пятый день главы «Ницемин». И, значит, здесь пятый день написано так. Значит, и дал Бог сосильный Твой все клятвы, которые есть в этой Торе на Твоих врагов, которые Тебя ненавидят, которые гонятся за Тобой. То есть тут Всевышний говорит так, что в конце концов зло всегда будет наказано. То есть и зло, оно обрушится на голову того, кто его замышляет. То есть все враги, все ненавистники, все преследователи, они в итоге все погибают, потому что они сами являются источником того зла, которое на них возвращается. «Беата, а ты?» «Ташубы шаматабы пораши» «А ты вернешься и будешь слушать голос Бога». «Беата, а ты вернешься и будешь делать все его заповеди, ошеранных имецов Каайон, которые я заповедую тебе сегодня». Еще и еще раз повторяется вот эта связка, что любить Бога – это выполнять его заповеди. Любить Бога – это слушаться его. Что когда ты хочешь проявить свою любовь, ты не можешь сказать, «Я тебя люблю, но я буду делать по-другому». Проявление любви – это когда ты делаешь то, что Бог сказал тебе делать. И что будет тогда? «И Бог даст тебе благословение во всех делах твоих рук. В плодах твоего чрева, то есть у твоих детей будет тоже все отлично. И даже у плодов твоих животных будет все неликолепно в твоих стадах. И плоды твоей земли «Все будет тебе для добра». Что вернется Бог ликовать с тобой, радоваться с тобой. Литов к добру, как он радовался и ликовал своими праотцами. Потому что будешь ты служить голос Бога Всесильного твоего, лишь мор мит свата, соблюдать его заповеди, его постановления. «Актувабы сепаратуразы», которые написаны в книге Торы Этой. В Торе Этой. «Ти ташум эля шем, когда ты это, что вернешься ты к Богу Всесильному твоему, беколи вавха всем твоим сердцем, беколь нам шика и всей твоей душой». Посмотрите. 2000 лет был еврейский народ в изгнании. Не было здесь даже на Котелях, когда сюда приехал 1000 лет назад Рамбан. Великий Мудрец Рамбан приехал из Испании. 1000 лет назад. Не было здесь, он искал меня, чтобы помолиться в Иерусалиме. 10 евреев он с трудом нашел. Было 2000 лет в изгнании еврестий народ. Но вернулись к Богу Всесильному. И Бог вернул народ Израиля в Израиль. То есть та земля, которую мы читали в предыдущих отрывках, что будет она. Спросят все народы, за что так Бог их доказал, за что, почему земля эта пустая. Сейчас 10 миллионов человек живет на этой земле. 10 миллионов сейчас увеличилось настроение населения Израиля. Просто сейчас это просто что-то невероятное. И Израиль экспортирует продукты питания при этом. Здесь был голод на протяжении 2000 лет. То есть мы видим чудеса своими глазами. Мы видим, что все, что написано в Торе, исполнилось. Все исполнилось, что было в Торе. И проклятие, и благословение. Мы видим, что сейчас как раз последний остался период. Следующий отрывок – это начало книги Тании. Написано, что заповедь это, которую я заповедую тебе сегодня. Она не чудесная, тебя какая-то там сверхтяжелая. И мне далека она. Не на небесах она. Сказать, кто поднимет нас в небеса и возьмет ее нам. И скажет нам, и чтобы мы ее сделали. А что же это за главная заповедь? Она не за морем, это заповедь. Кто нам перейдет за море, чтобы взять ее нам и ее нам сообщить, и чтобы мы ее делали. А что же самое главное заповедь? Что очень близка к тебе эта вещь. Самая главная заповедь, она к тебе очень близка. Род твой и сердце твое могут ее сделать. Что же мы читаем? Что же это за заповедь такая? Объясняет нам устная Тора, Раша, объясняет. Что значит, что это значит? Близко к тебе это заповедь. Значит, если бы она была в небесах, значит, ты должен был бы подняться за ней в небеса и там ее выучить. А что значит близка к тебе эта заповедь? А то ранит на Аллахем, Тора дана вам в письменном виде и в устном виде. Все. Вот все просто. Кучи Тору, соблюдай заповеди, люби Бога. И все. И последнее написано. Как я тебе заповедую сегодня? Любить Бога Всесильного твоего и его путями. Сохранять его заповеди и постановления. Беаита, веравита, уберахеха, аденой лаеха. И будешь ты жить, и умножишься, и благословит тебя Бог, Бог Всесильный твой, на земле, которую ты приходишь там, и наследовать ее. Все. Мы сейчас находимся действительно в... Такое есть слово, наверите, красивое. В момент Горали. Судьбоносный момент. Мы находимся сейчас в судьбоносном момент для всего мира. То есть, эта Рошашана, это действительно не метафора. Такого не было никогда на моей памяти, чтобы прямо вот в этот Рошашана, в этот день сюда действительно решалась судьба мира. Мы сейчас находимся за пять дней до решения судьбы мира, потому что мир близок к атомной войне, как не был близок никогда. То есть, сейчас конкретно. Мы все находимся в заложниках. В заложниках. И решение, можно сказать, нескольких людей, потому что это не решение людей. Я думаю, что 99% людей не хотят умирать и не хотят воевать, не хотят убивать. 99% людей хотят жить, зарабатывать, рожать детей, любить, радоваться. Хлеба и зрелищ. Вот что хотят 99% людей в мире работать, зарабатывать, любить, жениться, отдыхать и так далее. Никто не хочет умирать, никто не хочет воевать, никто не хочет, чтобы кто-то нажал на красную кнопку и полетели атомные ракеты. Никто не хочет этого. И мы сейчас с вами что можем делать? Мы можем только молиться Всевышнему искренне, от всего сердца, чтобы вернуться ко Всевышнему. Это то, что в силах, в наших силах. Все вот эти критики, там, война, ну, в ситуации, когда есть атомное оружие, нет победителей. Как Эйнштейна когда-то спросили, какой будет третья мировая война. Он сказал, говорит, я не знаю, какой будет третья мировая война. Я знаю, что четвертая мировая война будет палками, потому что, ну, уже люди останутся, дети, то-то люди, мир исчезнет. Да, это он сказал после того, как уже изобрели атомное оружие. Поэтому в войне, когда есть атомное оружие, победителей быть не может. Просто не может. И вот это все разговоры «Война до победного конца». Победного здесь нет конца. Победный конец для тех, кто кричит «Война до победного конца» — это гибель всех людей в мире. И это страшно. И мы должны молиться, чтобы Всевышний совершил чудо. И вот в этой ситуации действительно какой-то мирный исход вот этого всего, что сейчас происходит, это будет чудо Всевышнего. И мы это чудо увидим. Я очень верю и надеюсь, что мы своими молитвами сделаем так, что произойдет какое-то явное-явное чудо, и вся эта ситуация опять превратится в мир. Каким образом? Чудом. Потому что я не верю в победный конец. В этой ситуации победы быть не нужно. Победа — это гибель мира. То есть никто сдаваться не собирается. Значит, все. Удачи, успехов всем. И чтобы в Рожаше нам мы все удостоились быть записанными в виде жизни. В виде жизни хорошей, доброй, рабочей, веселой. Такой, знаете, жизни, когда мы будем любить, работать, зарабатывать. Все. Удачи, успехов. Зарабатывать, воспитывать детей, женить детей, воспитывать внуков. Столько приятных вещей в мире. Но этим уже хочется заниматься. И, конечно же, главное — служить Всевышнему. Все. Всем удачи, успехов. Любви, да, чтобы в мир был любви. Это же классно, когда люди любят любви. Когда нет границ, когда никто никого не ненавидит. Когда ездят все. И вы знаете, я вам честно скажу, вот это вот... Я сейчас прилетел из Турции, да. Турция — это страна, мусульманская страна с населением 80 миллионов человек. Которая находится в НАТО. Которая сохраняет абсолютно свою идентичность и принадлежность исламскую. То есть у них нет никакого там парада в гордости. Там ничего у них нет. При этом они со всеми в прекрасных отношениях к ним ездит весь мир. И они абсолютно нормально себя чувствуют. Поэтому я вижу, что можно жить в мире. Что это в глупости, что нельзя жить в мире. Можно жить в мире. Можно жить умно. Можно ни с кем не ссориться. Турция для меня реальный пример того, как они умеют жить в мире со всеми, при этом оставаясь полностью независимой индивидуальной страной со своими обычаями, законами и так далее. Поэтому это, я вам говорю, это точно преступление. Вот эта война — это преступление тех людей, которые хотят продолжение этой войны. Все. Всем удачи и успехи.